притча притча называется мешочек говоздей у одного крестьянина был вспыльчивый очень вспыльчивый и раздражительный сын такой молодой человек который ну рубил с плеча по каждой нужно и не нужно найти бывает такое по мелочам всех оскорблял задирался еще и лез в драку и вот отец подозвал его и дал ему мешочек гвоздей потом дал молоток и сказал сын твоя неулливость и твой тяжелый характер создаст твоей жизни очень много проблем тебе надо с этим бороться и он сказал что как только он вспылить он должен один гвоздик вбить забор бревно большой столб забора ну сын послушный был тоже понимал что это ему качество не принесет ничего хорошего в жизни и решил делать как сказал мой отец в первый день он сбил в этот это бревно забора несколько гвоздей но постепенно количество гвоздей стало уменьшаться и в один прекрасный день в один прекрасный день он не вбил в это бревно ни одного гвоздя вы понимаете он научился контролировать свои негативные эмоции и он прибежал к своему отцу и сказал отец отец вот чудо это чудо я могу контролировать свой гнев я вот несколько дней он не сбил ни одного гвоздя отец взял его за руку подвел к этому бревну бревну было все 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 в гвоздях как ежик в иголках отец говорит и вот дальше ты как только сможешь сдержаться от гнева вытаскиваясь этого бревна по гвоздю сын так и стал делать как только он сдерживался гнева он вытаскивал из бревна очередной гвоздь и наступил такой момент когда бревно было совершенно чистое и там не было ни одного гвоздя юноша прибежал к отцу и сказал отец отец я сделал все как ты сказал бревно чистое там нет ни одного гвоздя здесь взял сына за руку подвел к этому бревну и говорит ты видишь бревно чем отличается от того что было раньше сын говорит ну следы гвоздей такие дырочки маленькие дырочки вот и представь себе эти дырочки не уйдут отсюда они будут здесь долго может вообще никогда бревно не избавиться от этих дырочек вот такие людей которых ты обидел у них тоже есть такие раны раны которые очень очень сложно залечить вот когда ты собираешься обидеть кого-то сказать какие-то плохие слова ты помнишь что это рана которую ты нанесешь человеку она будет у него долго и может привести к невероятным последствиям потому что обида это очень сильная эмоция вот я советую всем сдерживать свой негатив потому что негатив он вредит и тому кто гневается и тому на кого идет этот гнев люди будьте добрее друг другу